Зачем наблюдаешь-то? Куда смотришь? Кто тебя здесь посадил? За Кирова смотрит. А можно посмотреть будет за каждым избирательным участком на территории Российской Федерации. Но зачем? А вот об этом мы узнаем у ярославцев. Камеры стоят на выборах, наблюдения. Нужны ли они? Конечно, нужны. А зачем? Как считаете? Есть сближание и фальсификации. Насчет того, нужны ли они в кабинках? Вот это вопрос. У нас народ законопослушный. Ну, это если нужно для иностранных журналистов, чтобы пронаблюдать, пусть наблюдают. Нам нечего бояться. Пусть стоит видео. Почему оно нам не мешает? А знаете ли, что на выборах есть видеонаблюдение? Допустим. Ну, чтобы не подмешивали, допустим, бюллетени лишь. Чтобы максимально честные выборы были. Камеры стоят на выборных участках? Стоят. Как вы думаете, нужны ли они и зачем? Конечно, нужны. А для того, чтобы не было этих... Как они называются-то? Классификации? Да-да-да. Вот все же знаете, спрашиваете. Я думаю, оно нужно обязательно, чтобы все было законно и честно. Слышал? А о том, как будет организовано видеонаблюдение на участках Ярославской области, нам ответит эксперт. Кто? Правильно, Елена Новик. На выборах президента Российской Федерации в Ярославской области все избирательные участки, а также территориальные избирательные комиссии будут оборудованы как камерами видеонаблюдения, так и камерами видеофиксации высокого разрешения. Зоны покрытия видеонаблюдения у нас будет 60% наших избирательных участков, а там, где не будет видеонаблюдения, там будут стоять камеры видеофиксации. Это 40% избирательных участков. В зону видимости камеры входит весь избирательный участок, но мы с вами не можем увидеть, что происходит в нашей кабинке для голосования.